Уважаемые коллеги, сегодня мы обсудим диагностику и лечению острых коронарных синдромов у пациентов старческого возраста. В крупных рандомизированных исследованиях лекарственных препаратов и ревоскулиризации доля старых пациентов невелика. В то же время в реальной практике пациенты старшие с более выраженной коморбидностью и высокой смертной. В этом исследовании показано, что выживаемость существенно не отличается между пациентами с инфарктом миокарда 1 типа, который связан с атеротромбозом, инфарктом миокарда 2 типа, где ведущую роль играет несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его обеспечением, а также повреждением миокарда не ишемической природы. Среди последних патофизиологических работ обращают внимание исследования, показавшие, что более выраженный кальциноз в области бляшки реже сопровождается острыми коронарными синдромами. С возрастом реже выявляется подъем сегмента СТ, увеличивается риск острой сердечной недостаточности ошибок в диагнозе. Здесь вы видите, что с возрастом существенно снижается частота боли в грудной клетке, в то же время возрастает вероятность одышки, обморока, спутанности сознания и, соответственно, затрудняется диагноз. Важно максимально быстро зарегистрировать электрокардиограмму, чтобы определиться с теми пациентами, которые требуют неотложной ревоскулиризации. Техника постоянно совершенствуется. Здесь вы видите мобильный электрокардиограф на базе смартфона, позволяющий регистрировать 12-канальную электрокардиограмму. Приходящий подъем сегмента СТ обычно стойкий, то есть превышает 20 минут, но встречается случай приходящего подъема, обусловленного либо вазоспазмом, либо спонтанным тромболизисом. В этих ситуациях прогноз обычно благоприятный. Если для диагноза инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента СТ биомаркеры не нужны, то вот там, где у нас нетипичные классические проявления инфаркта миокарда, диагноз во многом определяется оценкой и динамикой тропонинов. И здесь вы видите классификацию острого повышения тропонина, то есть повреждения миокарда, связанного как с ишемией, так и не ишемическими причинами. В диагностике повреждения миокарда важное значение имеет пороговый уровень тропонина, который определяется в крупных эпидемиологических исследованиях. Следует также учитывать, что многие состояния, особенно возраст пациента, существенно повышает уровень тропонина. По данным исследований уровня тропонина и в крупной европейской популяции, выявлено существенное повышение порогового уровня у пациентов старше 60 лет. Аналогичная связь возраста и порогового уровня показана для тропонина Ти в крупных американских исследованиях. Здесь вы видите европейский алгоритм диагностики инфаркта миокарда без подъема СТ на основании уровня тропонина. Обратите внимание, что диагностический уровень тропонина заметно выше нормального, но основную проблему представляет диагностика в так называемой серой зоне, когда есть повышение тропонина выше порогового уровня, но ниже диагностического для инфаркта миокарда. Современные прикроватные тесты оценки высокочувствительного тропонина по своим возможностям приближаются к тестам, определяемых в централизованной лаборатории. Европейский часовой алгоритм диагностики инфаркта миокарда у пациента с острым коронарным синдромом без подъема СТ достаточно опробирован в крупных исследованиях и позволяет значительную часть пациентов выписать из отделения неотложной помощи, избегая таким образом госпитализации. Пациенту старшего возраста следует обратить внимание на снижение специфичности алгоритма, что связано с возрастанием более несердечных заболеваний. Любопытно отметить, что внедрение высокочувствительных тропонинов улучшило градацию риска, но не изменило смертности. В тех случаях, когда на электрокардиограмме регистрируется подъем сегмент СТ, обычно имеет место полное окклюзие коронарной артерии тромбом. В этих случаях наиболее эффективным методом лечения является ревоскулиризация, когда коронарная артерия открывается при помощи катетера и раздувания баллона. Следует отметить, что этот метод особенно эффективен у пациентов с более тяжелыми формами острого коронарного синдрома, особенно с кардиогенным шоком. Для повышения выживаемости и снижения риска осложнений необходимо максимально быстро восстановить коронарный кровоток. Границы эффективности процедуры считают 12 часов. В тех случаях, когда невозможно провести ревоскулиризацию, используют тромболизис, эффективность которого у пациентов старше 85 лет не изучена. Чтобы снизить риски кровотечения, отказываются от нагрузочной дозы зазагреганта, уменьшая дозу гепарина. Принимая решение о тромболизисе, у стариков следует учитывать не только снижение эффективности процедуры, но и небольшое возрастание частоты инсульта. В тех случаях, когда ожидается задержка, открытие коронарной артерии, можно использовать тромболитическую терапию, что позволит повысить выживаемость пациента. В то же время широкое использование фармакоинвазивной терапии не совсем оправдано, ввиду того, что повышается риск больших кровотечений, включая внутренне мозговые деморалии. Особую проблему представляет двойная антиагрегатная терапия, которую проводят Клопитогрелем, реже Китогрелором, в сочетании с Аспирином, в связи с повышенным риском больших кровотечений. И в этом случае, если мы используем более современные, менее тромбогенные стенты, то в ряде случаев мы можем сократить срок двойной антиагрегатной терапии до шести и порой даже трех месяцев. В последние годы удалось существенно снизить смертность у пациента с острыми коронарными синдромами без подъема С. Снижение смертности было связано с более активным использованием двойной антиагрегантной терапии, ревоскулиризацией, широким использованием статинов, препаратами, блокирующими ремин ангиоз, гетензин-альдостероновую систему. Если при подъеме сегмента СТ инвазивная ревоскулиризация эффективна и роль ее не оспаривается, то ее возможности при острых коронарных синдромах без подъема сегмента СТ меньше. Следует подчеркнуть, что чем выше риск сердечно-сосудистых осложнений, особенно у пациентов старческого возраста, тем выше эффективность медикаментов и ревоскулиризации. Вот и подошла консулекция, подготовленная в рамках дистанционного обучения в период пандемии коронавируса. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!